всем привет с вами натали и я рада приветствовать вас на своем канале сегодняшнее видео будет посвящено покупочкам за август месяц тянуть не буду давайте буду сразу рассказывать и показывать покупочек опять-таки немного было еще пару там презентов в общем все покажу итак первой покупкой и так сказать начало положено давай это был кренник мой первый кренник я еще в жизни не пользовалась им не покупала blending filament 032 такой вот красавчик он мне нужен для новогоднего сапожка гимовского потихоньку меня нитки уже есть потихоньку докупают то чего мне не хватает что скоро уже будет совместник по нему так все боюсь потерять такой маленький так давайте дальше дальше были снапы вот такие китайские самые что такое самые обычные недорогие недорогие не нужны у меня одни американские есть в общем размер 20 на 25 брала такой что более квадратный мне удобно то у меня вот до последнего момента у меня были всего одни снапы мои которые 20 на 20 сантиметров все были конечно раньше пяльца вот что там не сейчас ну никак на пальцах не не хочется вышивать не идет и они у меня там сломались в общем круг меня сейчас не вдохновляет в общем купила я их недорогие практичные мои кстати снапы на которых сейчас я вышиваю клятву гиппократа тоже они китайские очень хорошо держат семья в довольна я очень довольна у меня правда уже американские по износились им уже лет лет еще ту нет и у них вот эти клипсы уже не держит вернее не держали до того момента пока мне муж саму раму не обмотал скотчем изолентой теперь держит в принципе отлично но вот так подтянуть уже не подтянешь только нужно снимать клипсу и повторно общем подтягивать кану держать и надевать в общем китайская грамота такая но есть в общем эти буду брать может с собой куда-то может на улицу еще пока светло мы вечером гуляем может будет возможности взять с собой в общем лишними они мне не будут так дальше пойдем дальше была вот такая рамка кабеленовая для моего станочка от арабеска напомню у меня снегирь диванно-настольный станочек это рама в комплекте у меня рама 25 кажется на 30 сантиметров а я взяла побольше вот она 30 на 40 тем более у арабески на сайте была как раз акция десятипроцентная скидка общем грех было не взять я взяла их в основном для димовских моих наборов деревенька мишки пуговицы в общем все такие которые в принципе размер у них одинаковый там 30 на 40 плюс минус в разные стороны расхождения сантиметров хочу буду их вышивать обязательно на станке потому что хочу натянуть и чтобы стационарно у меня было даже если я буду отвлекаться на другие проекты чтобы мне как вот до последнего момента одни снапы и я каждую вышивку то я шарм вышивала и параллельно вышивала полдень в провансе от дима первую часть велосипед там дверь велосипед на фоне двери с корзинкой там с цветами мне приходилось вот не хочется мне сегодня шарм я его снимала натягивала ту вышивку и вышивала в общем напряжно да и вообще растягивается мне кажется может из-за этого и далее так сказать трещину мои снапы в общем теперь у меня вот будет рамочка еще подумывала взять поменьше самую которую 20 на 24 там по-моему ну раз мне подвернулись пяльца то пока не буду может быть в будущем я и приобрету уже даже всю коллекцию рамочек так идем дальше либо девчонки немножко пошуршит вот таких два отреза канвы кажется венгрия если я не ошибаюсь размером 32 на 45 каунт 16 и вот один цвет такой икрю а второй просто чисто белый и с ними тоже такая получилось как сказать заказывала я 18 каунт это я оговорюсь для заказывала для новогодних сапожков я решила что все наши сапожки сыночка и наши с мужем буду вышивать на 18 каунте в общем чтобы они не были очень огромными ни к чему вешать особо так негде но такой вот казус видите заказала 18 по цене они все были кусочки одинаковые а мне пришло 16 в общем я магазинчик написала девочки говорят ой а 18 даже не было в наличии в общем мне просто автоматом положили 16 но не беда в общем раз уже есть то есть цена одинаковая да и я посмотрела размер не особо отличается у готового изделия на 18 каунте и на шестнадцатом поэтому еще накуплю один кусочек для своего сапожка и будет уже полный комплект для всех трех сапожков и мне по моему даже еще на мой сапожок нитки нужно в общем это уже другая история так что эти вот два кусочка канвы у меня для сапожков так следующая покупочка и она по моему идет у меня последняя вы ее уже видели я уже видео делала на нее обзор на этот наборчик оставлю ссылочку кто не видел где там пищала верещала ручками ножками махала в общем от радости из надечки не этот петух снится вот хочу начать и не могу но не хочу потому что знаю что сейчас не смогу я отдать ему все внимание он меня будет мучить звать в общем вы посмотрите на этот хвост это сочетание цветов девочки это пол башки будем так простонародным языком очень здоровский наборчик вроде же небольшой в общем не буду я на нем подробно остановлю вот так может поставлю а то я уже на него снимала обзор так и теперь у меня тут два подарочка один такой вот небольшой презентовали мне контейнер такой с ручкой и у него тут как ромашечка так вот так вот тут защелочки вот такой думаю для чего-то мне пригодится если даже нет у меня муж такая же поберушка как я все контейнеры все железные баночки ему там под детальки нужны вот так в общем если я не найду что сюда сложить то конечно ой муж будет рад отвалилась тут все так а здесь наверно можно доставлять 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 это собери сам что ли в общем такой вот контейнер и последний подарочек тарам мамочка мне сделала такую приятность чем я не не ожидала я буквально на днях смотрела видео с усок волшебная страна я ставлю обязательно ссылочку на канал сусанночки это просто ну вот это восторг как раз у нее вот было видео про готовую работу и вы знаете я миллион раз видела в принципе этот набор в наличии в магазине миллион раз видела эту картинку и как-то ну вообще мне никак красивый да я очень люблю зиму я очень люблю новый год здесь вот мне кажется даже хоть и зима но все равно такое ощущение что вот 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 новый год а вот увидела работу с усок волшебная сторона и все меня прямо покорила и представляете что получила я в посылке от мамы ну надо же не знаю тут казус произошел лопнул пластик я его уже правда открывал вам тут ниточки в китайской сборке 16 а и до серого цвета но она такая больше серо-голубого размер заявленный 40 на 25 сантиметров в общем вот такая красота поближе покажу домик такой всего теплый ну не знаю но умеет делать дизайн и я бы естественно перевышивала все практически все новогодние все зимние вот и богу вот сделала бы шпарила мне уже если честно и хочется уже что-то начать такое именно больну что-то большую картину знаете когда вышиваешь вот я даже вышивала свой шарм как так чтоб не отсвечивала потихоньку потихоньку ну как бы строится картины даже если я там вечером вышивала эти 50 100 крестиков уже был виден так сказать результат то есть продвигалась стройка а вот тут в этой клятве гиппократа я что не бьюсь что не душеваясь вроде вечер а там всего две строчки ну еще вот вчера повышевала уже так продвинулась конечно бодренькая вчера мне сыночек и в обед дал повышевать пока спал а сегодня утром встала перед работой думаю ой осталось там пару часиков думаю пойду-ка я повышеваю пока спит и что вы думаете я села включила свет только в другой комнате села взяла иголку отмерила отрезала ниточку и слышу шлеп 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 по полу открывается дверь заходит на мой домовенок в общем какой там уже вышивка какой там сон 6 утра мы в общем были на ногах так что не удалось маме повышевать надеюсь вечером не хватит сил немножечко поковыряться в ней так что что я девочки уже вообще в дебри зашла всем не о покупках так что вот такие вот у меня пополняшки моей хомячей норочки я очень очень рада все мне нужно все очень так набор вообще вот ведь у меня хомячий норка я жаловалась когда снимала что у меня мало наборов а вот видите уже два дополнительно в копилочку появились ой а еще девочки я хотела у вас спросить такой вот вопрос как кто хранит нитки ну вернее даже не в этом вопрос удобнее заказывать комодик для dmc либо вот в этих боксах пластиковых коробочках тоже надо им сишны как хранить нитки у меня мне уже поднадоело не так много у меня не так в таких жестяных коробках в коробках у меня их три штуки они как матрешки знаете обычно складываются и я вот задумалась нитки все пополняются пополняются задумалась и по перематывать до конца все то у меня там есть даже в пакете нетронутые и как-то их организовать хотела бы вам просто снять такое видео небольшое про свой уголочек но пока нитки будут не организованы скорее всего в этом видео не будет ну и залезла я комодики у нас в украине мало кто делает принципе может и можно наверное любому кто занимается изготовлением деревянных изделий на заказ в общем показать нарисовать показать дать размеры сделают но цена вопроса я узнала вот там где именно вы я знала что делаю точно в общем ну цена вопроса плюс-минус до 1000 гривен а то и больше и вот я теперь задумалась а стоит ли конечно с эстетической стороны ну мне кажется комодик это конечно и долговечно и красиво в общем дополняет хорошо уголок творческий но с другой стороны отдавать 1000 гривен просто чтобы стояла деревянная я даже не знаю девочки кому как практичнее понимаю что все но решать мне и у каждого свое мнение коробки но у нас максимум можно найти конечно цену есть и по 140 но можно в среднем найти по 120 и вот думаю взять не взять им там штуки 3-4 я думаю мне должно с головой хватить для всех моих мотков будет ли это эстетично красиво общем девочки заморочки заморочки вообще очень люблю все эти так сказать штучки для организации своего рабочего пространства я скрапом очень долгое время занималась не знаю до конца ли я с ним завязала но пока пока не скраплю вообще уже давненько и я многую часть своих материалов инструментов распродала в общем я к тому что очень люблю я все эти плетеночки все корзиночки всякие баночки скляночки у меня тут ну я вам сниму обязательно вы посмотрите поэтому кому не сложно напишите мне в комментариях вот я хотела послушать тех у кого есть комодик и у кого есть а может у кого-то есть и то и другой комодик и пластиковый бокс в общем буду ждать ваших комментариев спасибо большое что вы меня послушали посмотрели наболтала вам на приличном времени думала на пять минут на пять минут забегу в общем вот такие вот дела спасибо еще раз всем до новых встреч до новых видео всем пока пока